Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Ваякель. Вы знаете, за два года ни разу не было дня, чтобы даже когда я болел ковидом или чем, чтобы не было урока. Но, к сожалению, вчера не мог собраться, очень много было эмоций и новостей. Но один замечательный человек мне вчера сказал, что ты не имеешь права этого делать. Наоборот, в самые тяжелые периоды всегда Тору надо увеличивать. Поэтому мы вчера дали большой часовой урок вечером. А сейчас возвращаемся к нашим урокам, которые еще и помогут, я думаю, в духовном плане. Итак, глава Ваякель. Написаны очень интересные слова. «Люби ближнего, как само себя» — это одна из главных заповедей. Сложная и непонятная. Из них вытекает другое. «Ненавидеть запрещено». Если ты хочешь... Вот все люди идут к какой-то молитве и просят что-то. Но каков секрет этой молитвы? Написали наши мудрецы, что исполнение заповеди любви к ближнему — это входные врата, через которые человек может молиться и получить ответ. Благодаря этому, именно вот этому, молитва будет принята. То есть, любить ближнего — это не только правильно, это еще и нужно для самого тебя. Кроме того, добро должно быть бескорыстным. Тот, кто руководствуется принципом «ты мне, я тебе», как правило, становится жертвой несбывшихся ожиданий. И знаете, вот в чем секрет такого доброжелательного отношения к людям? Будет ли человек, который не забывает здороваться доброжелательным? Нет, это просто вежливый. Доброжелательный человек — это тот, кто искренне, от сердца желает добра другим. Такой человек... Видно, что человек излучает свет. Однако излучать радость, свет может только тот, у кого самая радость есть в сердце. Как ты можешь излучать радость и свет, если у тебя ни черта там в сердце нет? Поэтому только в случае, когда у тебя есть внутренняя радость, ты можешь потом спроецировать ее еще на окружающих. Верное и обратное. Почему человек гневается на других? Потому что в глубине души он злой на себя, у него нету спокойствия, у него нету стабильного там какого-то понимания чего-то. Тот, кто проявляет агрессию против других, он в общем-то плохо относится агрессивно к себе. Ненавидящий себя человек проецирует раздражение и ненависть на окружающих людей. Вообще вот люди, которые все время говорят, все время плохо, все время ворчат, все время это, они как бы очень негативно на окружающих влияют. Когда мы находимся в присутствии людей, которые получают удовольствие от сплетен, от лошанара, от распространения негативной информации о других, мы можем испытывать целый ряд эмоций от возбуждения до отвращения или там еще какие-то. Но какую бы позицию мы не занимали в этом вопросе, могу сказать только одно. Мудрецы сказали следующее. Если этот человек плохо говорит о других, то он обязательно будет говорить с другими о вас точно так же. Сказано в теории, не стой на крови ближнего своего. Одно из пониманий, не давай ему плохих советов. Не будь безразличным к его судьбе, помоги во всем, что можешь. Если видишь, что его жизнь, здоровье или чему-то, благосостояние что-то укражает. Вы знаете, человек не должен строить козни другим. Это всегда плохо кончится. Я расскажу короткую историю. Есть такая восточная сказка, притча такая, о важных вещах, что на протяжении одной жизни злое сердце всегда будет наказано. Доброе найдет награду за добрые дела. Рассказывал раби Хаттаб о царе, вознесенном высоко, был великий царь. Он решил построить огромный дворец, который стал верхом совершенства. Спросил, кто лучший строитель. Ему порекомендовали известного подрядчика еврея, чья работа была безупречная. Он построил, как говорилось, дворец в соответствии с желаниями царя. Царь осмотрел, говорит, какую ты награду хочешь. Я хочу, чтобы люди царства были освобождены на год от всех налогов. Царь согласился и это сделал. Затем ему надо было столяр, столяр, столярные работы во всем. Ему порекомендовали одного очень такого известного столяра, который пришел, он сделал хорошую работу, но он ненавидел евреев этот человек. И он говорит, я хочу, чтобы ты еврея-строителя за выполненную работу бросил в море. И царь обещал, бросили в море столяра, связали строителя. На корабле его везли в море, но пожалел его моряк, отвез к себе домой и спрятал. Сидит строитель без дела, молится, чтобы изменить судьбу. Ну, однажды моряк поймал рыбу, разрезал рыбу, а там в рыбе царский перстень. А человек молится, еврей молится. Моряк разузнал, узнал, как перстень туда попал. Оказалось, что царь плыл на корабле, играл с перстнем на руках. И вдруг перстень соскользнул с пальца и упал в море. Это был самый любимый перстень. Трагедия у царя. Строитель все это понял. И вот в один день царь узнал, когда царь подходит к морю, гуляет. Выходит вдруг из моря, идет человек, этот строитель, как бы из моря весь выходит. Видит, ты кто там, узнал подрядчика, говорит, ты откуда? Тот, говорит, великий царь, ты помнишь, ты бросил меня в море? Он говорит, да. Приплыла огромная рыба и принесла меня к царю царей. К главному морскому царю. Я ему построил мост, извините, замок замечательный. Он очень обрадовался. А потом сказал, что иди теперь к царю земному, вот к этому, построи ему дальше. А мне пришли вот этого столяра, чтобы он доделал мою работу. И в знак того, что это точно он, вот он присылал тебе перстень. И набрадовался царь, и вот этого ненавистника и еврея связали и бросили в море, чтобы он достроил там этот замок. Все это в заслугу того, что человек верил в то, что он делал доброе дело. Он хотел освободить людей. А второй просто ненавидел. И конец тоже такой. Поэтому венец всех добрых дел и пытаться приносить мир туда, где царит разлад. Ой, чем это мы сейчас и должны заниматься. Брахавы от слаха, мирного неба, спокойствия нам всем. Удачи. И шаббат шалум.